Доброе утро еще раз. Представляю вам Ивана Воробьева, председателя Красноярского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство. Здравствуйте, Иван. Доброе утро. Вспомним, наверное, немножко те события военного конфликта в Афганистане. Сейчас называют афганскую войну необъявленной, а ведь она касалась практически очень многих семей, как в стране, так и в нашем городе. Вот какие вы испытывали, наверное, чувства, когда воевали, и вот изменилось ли отношение к войне сейчас? Ну, во-первых, если позволите, я поздравлю все-таки всех наших ветеранов, всех, кто имел отношение к Афганистану с днем вывода, с днем окончания нашей войны. Сегодня исполняется ровно 27 лет с того момента, как наши войска пересекли границы, и мы вернулись на родину. Мы очень ждали этого момента. Я уже был дома тогда, но мы были безумно рады, потому что, на самом деле, эта война могла коснуться еще сотен тысяч наших молодых ребят и, соответственно, миллионов семей. Когда мы там воевали, у нас была одна мечта – вернуться домой, вернуться живыми. Ну, и, в общем, в этой войне каждый, кто вернулся, он, я считаю, уже победитель. Поэтому это была главная мечта, на самом деле – вернуться домой. Иван, вы принесли с собой книгу «Памяти павших». Расскажите, пожалуйста, она ведь издана была совсем недавно, о ее содержании. Эта книга является вторым томом. Первый том у нас был о погибших в Афганистане. Мы ее издали при поддержке губернатора края к 25-летию его до войска. Вот эта книга о погибших на Северном Кавказе мы также издали при поддержке губернатора края. Виктор Александрович Толоконский поддержал нашу идею. Прошло меньше года, и вот эта книга сегодня уже появится в музейных фондах, в библиотеках, в школах, в семьях погибших. Потому что 189 человек погибли на Северном Кавказе, выполняя различные задачи правительства России. Мы считаем, что это очень важная работа была проведена, потому что на самом деле это память. Если это не сделать сейчас, то потом восстановить будет крайне трудно. Скажите, Иван, вот такую память, вот сейчас вы бы для кого, ну вот в первую очередь бы сейчас предложили ознакомиться, да, для тех, кто не в курсе, кому-то вспомнить? Я бы в первую очередь это раздал молодым политикам, тем, кто принимает решения. И не только молодым, потому что когда мы выходили из Афганистана, мы полагали, что в ближайшие десятилетия, у нас даже мысли такой не было, что Россия опять окажется ввергнута в очередную войну. Но прошло буквально несколько лет. И на мой взгляд, все эти уроки афганской войны, они не пошли впрок России, потому что вот именно поэтому мы сегодня и держим в руках эту книгу. Поэтому для того, чтобы понимать, чем чреваты такие вещи, нужно все-таки знакомиться с историей и понимать, как дорого стоит вот каждая страница этой книги. Это, в общем, трагедия отдельной семьи и страны в целом, потому что здесь молодые, сильные ребята, которые, к сожалению, ушли из жизни. Иван, а чем еще занимается вот организация «Боевое братство»? Ну, на самом деле «Боевое братство» одна из организаций, нас много. Поскольку я сегодня являюсь председателем Палаты ветеранов, я должен говорить обо всех организациях. У нас более 15 организаций являются членами Палаты ветеранов. Это такой орган, консолидирующий все ветеранские организации. Именно поэтому мы можем выходить с общими инициативами по законодательным процессам, по изданию книги памяти, ремонту памятников. Ну, в частности, вот у нас действует программа, как раз актуальная для ветеранов войны на Северном Кавказе. Они получают кредиты беспроцентно практически. Есть такая программа. Такой программы нет вообще нигде в России, чтобы это был беспроцентный кредит. Мы это смогли сделать, конечно, при поддержке законодательного собрания. Юрий Николаевич Швыткин и Алексей Михайлович Клишко нам здорово помогли. Ну, я так понимаю, в законодательном собрании не было противников. Поэтому сегодня эта программа действует, и очень многие ветераны улучшают свои жилищные условия. Сегодня мы, например, через неделю пройдет у нас встреча рабочая с губернатором края. Мы будем ставить вопросы уже другие несколько. О получении высшего образования ветеранами, о заботе о детях погибших. В том числе будем ставить вопросы федерального уровня. Ну, и различные другие. Мы проводим мероприятия, например, 17-го числа уже приедет группа «Голубые береты», которая традиционно у нас здесь является нашими друзьями и гостями. И с 17-го по 21-го они дают концерт на территории края. 21-го числа будет концерт для молодежи. Нам агентство по молодежной политике здесь здорово помогло. Правительство края и для ветеранов. То есть работы ее на самом деле очень много. Главное – хотеть. Иван, огромное вам спасибо. Мы очень признательны за то, что вы сегодня пришли к нам. И у нас от кафе «Кикс Крендель» есть для вас пресный утренний подарок. Спасибо огромное. Спасибо. На этом мы прощаемся. Желаем всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»